Что удивляет меня, тут пускают прессу перед матчем, я нигде такого не видел, только в NBA. Вот насколько вообще уважают репортеров этой лиги? Ну, мне кажется, все NBA вообще построено на информационных пространствах. Вот как освещаются все игры, и не только на площадке, а вне площадки, раздевалки, всякие переезды, перелеты, даже личная жизнь какая-то. Это действительно огромный бизнес, поэтому я не удивлен, что журналисты имеют право заходить и перед, и после. На раскрутке очень много держится, да? Тем, кто не следил очень пристально за твоим сезоном, можешь рассказать, почему пошло наперекосяк немножко не так с самого начала? Ну, во-первых, очень большие, конечно, были ожидания с самого начала, но нужно принимать во внимание действительно объективные причины, потому что команда собралась первый год, много ребят, которые играли в своих командах ведущие роли, и сейчас они все вместе. Это новый тренер для многих, это смена обстановки, новый город, новая вообще ситуация вся семейная. Вот это все влияет, маленькие вот эти факторы, и действительно занимает какое-то время не притереться. Посмотри, два месяца ни шатка, ни валка, да, и не очень удачное начало, но вот на сегодняшний момент хорошая серия, да, весь январь, я думаю, что мы играем как раз вот так, как мы должны были начинать. Вот, ну, притерлись потихонечку, сейчас все лучше, лучше играем. Удивительно, когда начался сезон, поставили просто крест на брук, и тренер-новичок, и травмы посыпались, и лопя свой был, и лодыжки Уильямса, и Кириленко сломан. И некоторые просто бросили из этой команды смотреть, сейчас бац, седьмое место, 5-5 подряд, то есть вот есть какое-то ключевое объяснение момента, то есть, ну, кроме того, что сыграть пришла? Ну, я не скажу, что есть какое-то, я думаю, что много разных факторов, вот, и, ну, главный фактор, конечно же, потому что мы потихоньку начинаем сыгрываться, все равно есть там какие-то моменты, да, игровые, но по большей части мы нашли свою ротацию, мы нашли своих игроков, которые играют в правильные моменты, вот, и уже поверили немножко в систему, в которой мы играем, потому что вначале мы каждый как-то так, кто в лес, кто по дрова играл, вот, сейчас мы все-таки играем так, баскетбол, который нам. Насколько вообще твоя роль в этом клубе велика, как именно русского человека для пропаганды? Потому что везде баннеры висят на русском, ты играл вот сейчас в футболке, точнее в Маке, где Кириленко по-русски было написано, тут много русских живет в группе. Ну, ну, конечно же, очень-очень важно, вот, когда ты играешь все-таки для российского народа еще, да, вот, конечно же, очень много болельщиков из НБА, да, и американских вообще интернационально, вот, но здесь Броклине немножко особо, потому что, действительно, здесь очень много эмигрантов из России, из Советского Союза еще, дети. Брайтон Бич есть приходит, да, на матч? Брайтон Бич, конечно, и, конечно, очень приятно, когда ты слышишь с трибуны какие-то выкрики на русском языке, и люди болеют, люди поддерживают. Олимпиада зимняя, вот, летняя Олимпиада у тебя остается, наверное, хорошее впечатление, да, вот, от бронзы, и очень тепло вспоминать тот момент, и блат был. Конечно, это на сегодняшний момент, наверное, такое, одно из ярчайших впечатлений в моей карьере, вот, и, конечно же, конечно же, это запомнится на всю жизнь. Да, вот, с каким интересом ты будешь смотреть на зимнюю Олимпиаду, какие-то виды спорта интересные? Ну, несомненно, все будем смотреть, все будем болеть за нашу сборную, вот, и... Хоккейном или... Вообще, за сборную России, вот, на этих Олимпийских играх. Конечно, хоккей интересен, фигурное катание, лыжи, вот, да все интересно, господи, все, все, что показывают по телевизору, будет интересно, и мы будем все переживать. Сколько у тебя, вот, друзей, которых ты лично знаешь, у ребят, я знаю, там, Куличковым ты знаком с Овечкиным, просто... Много, 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 много ребят знаю. Со многими, да? Очень много ребят. А вот, если, опять же, там, для некоторых будет, там, Олимпиада первая, какой ты совет дашь, как опытный человек, понятно, что летний, зимний, без разницы, просто там, ты попадаешь в эту пеку, вот, под дикое давление. Ну, конечно же, конечно же, это нужно пройти, и тут нет какого-то совета, что давай, делай так, или делай вот так. У каждого свое видение всего этого, и каждый по-своему переживает. Кому-то нужно, знаешь, взбодрить, накричать, кого-то, наоборот, пожалеть, кого-то, знаешь, добрым словом, кого-то матерным словом, вот. Для всех это по-разному, вот, и поэтому совет не буду давать, а просто пожелаю удачи, вот, чтобы ребята показали ту игру, которую они умеют играть. А у тебя какой самый был самый тяжелый момент на твоих Олимпиадах? День какой-то или там? Ну, Пекинская Олимпиада, то, что из шести игр, которые мы сыграли, из них пять, которые мы проиграли, они были настолько близкие игры, все там, три-четыре очка разницы, там, буквально два-три броска могли решить судьбу, и мы из-за этого не вышли из группы. Такая, типа, результаты тяжелые. Депрессуха такая была небольшая, да? Ну, не то, что под депрессуха была, а просто, ну, просто жалко было, что, ну, так потрачено было столько сил, и мы действительно были хорошо готовы, но это игра, и она доказывает еще раз, да, что в какой-то день, как другая команда, там, на два-три-четыре очка сильнее тебя, вот, это не очень приятно. Но мы отыгрались, главное, не за это. Имидж России во всем мире такой, как, вот, нас с одной стороны боятся, сейчас все только говорят, что об этих терактах, да, там, вообще, там, стоит ли ехать, ну, понятно, что уже стоит, да, уже назад ходу нет, но все только говорят, там, хоккеисты, что мы не повезем свои семьи, там, мы боимся, вот, ты чувствуешь, что в Америке такая настороженность по отношению к России, к Сочи? Ну, мне кажется, что везде есть настороженность, я помню, что когда мы нам собирались в Пекин, все тоже предупреждали аккуратненько, не ходить туда, не ходить туда, но прекрасная Олимпиада, и прекрасно все прошло, вот, вот. Поэтому, мне кажется, что в любой стране, в любом городе есть районы, в которые не надо ходить, есть абсолютно нормальный, там, центр города, да, и где нужно и можно появляться, вот. Я уверен, что, тем более, с таким ажиотажем вокруг Олимпиады, что касается безопасности, я думаю, что все может быть на очень высоком уровне. А будут там, не знаю, к нам придираться, знаешь, как сейчас хитом стало, два туалета стоят без перегородки, там, DBC снял корреспондент, и говорят, вот, там, типа, у русских все туалеты такие, ну, так, прикалываются над нами. Ну, я, честно говоря, не в курсе этой ситуации, вот, поэтому, ну, тяжело. Ну, зашел в кабинку, там стоит не один унитаз, а два, вот, и он сфотографировал, говорит, вот, там, типа, у русских такая, это, новая система, там, борются против игейской пропаганды, а сами вот так они на бродершафт. Ну, не знаю, я не могу прокомментировать. Ладно, сейчас в хоккее обсуждают о том, что вообще стоит ли НХЛ участвовать в этих Олимпиадах, они про Корею не уверены, про 18-й год. В летних Олимпиадах НБА категорично, что это им нужно, или все-таки тоже сомневаются, о чем там НБА? Ну, я уверен, что если, если с точки зрения бизнеса, конечно, НБА будет против. Конечно, НБА хотело бы, чтобы игроки, которые играют в НБА, зарабатывали деньги и приносили их в казну НБА. Вот, но с точки зрения престижа для НБА это очень престижное выступление лучших спортсменов, американских спортсменов в Олимпиаде, да, на Олимпиаде. И также, в принципе, и интернациональных, да, всех международных спортсменов. Вот, поэтому я не думаю, что будет какая-то проблема, я думаю, что в ближайшие Олимпиады, ну, не знаю, в последующие Олимпиады НБА так и будет выставлять сильнейших игроков. Вопрос тяжелый для болельщиков в баскетболе в России, но вот весь этот хаос, который происходит, как ты сам воспринимаешь со стороны? Типа, это, наверное, тяжело дать комментарии? Нет, ну, конечно, это неправильно, это неприятно. И, конечно, хочется, чтобы это все закончилось. И мы увидели нормальную работу, организацию, да, и нормальную, без скандалов, работу в федерации. Просто остается верить, да? Ну, я просто не владею ситуацией, да. Со стороны это, да. То, что со стороны, это, конечно, безобразие, и так, ну, не может быть. А возвращение в сборную ты категорически для себя заключаешь? Ну, я закончил уже карьеру своей сборной. Ну, некоторые люди заканчивают и возвращаются. Не знаю, на сегодняшний момент я чувствую, что уже все, подошло время, вот, и уже я чувствую, что и на два турнира меня не будет хватать уже сезон, и сборная, и лето, да, уже просто, даже физически уже не будет хватать. Вот, так, что я говорил, конечно же, не хватает катастрофического времени с семьей, и, ну, я не буду жаловаться здесь, да, что к чему не хватает. Вот, я считаю, что подошло время просто, подошло время менять, обновлять, обмолаживать состав сборной, и я буду помогать, чем могу, да, советом, я не знаю, каким-то, может быть, появлением, там, разговорами с ребятами, с тренером, вот. Ну, прекрасное время было пройдено, да, с 99-го года я в сборной России. А довольно больше, чем мог, конечно. И в 2012-м закончил, то есть 13-14 лет, я считаю, что это достаточно, и за это время было масса положительных моментов. Были отрицательные моменты, ну, масса положительных, вот. Хорошее поколение прошло, и, конечно же, ну, я ни о чем не сожалею, более того, я счастлив, что мне удалось быть частью такой команды. Кстати, по поводу того, что помочь сборной, чем можешь в будущем, вообще у тебя какие задатки все чувствуешь? Может, как тренером какие-то станешь после этого? Тренером, да. Не могу, ну, я не могу сейчас там как-то называть какую-то профессию, да, кем я буду, потому что я сам еще, ну, толком не знаю. Я считаю, что любая профессия, которую ты хочешь заниматься, конечно, нужно учиться ей. Вот, пока что я знаю точно, что тренером я не готов быть, вот, но что касается менеджера, пока не знаю. Но думаю, что все равно это каким-то образом будет связано с баскетболом. Есть два-три разных варианта развития, посмотрим. Несколько последних вопросов уже. Вот, как думаешь, вообще Россия заслужила вайлдкарт на чемпионате мира? Вот просто вот по качеству того, что мы показываем? Ну, что значит заслужила? Много сборных, которые заслужили, и Россия одна из них. То есть, я не знаю, можно сейчас на скидку назвать 5-6 сборных, которые могли бы получить сейчас вайлдкарт и выступать достаточно неплохо на чемпионате мира. Я считаю, что все равно за вайлдкарт нужно бороться, вот, и для болельщиков, даже если это будет не самый удачный турнир. Даже если это, там, будет проверка молодых ребят. Это хорошо, это все равно международный огромный турнир с массой опыта. Вот, это то, что нужно сейчас нашим ребятам. Никогда не забуду эту фразу, когда мы общались, ты сказал, что вот по поводу спорта в Америке, да, вот, хлеб и зрелище были в Древней Риме, да. Здесь вот хлеб, Макдональдс, зрелище, то есть спорт. Ну, Макдональдс так относительно. Ну, фастфуд, да. Ну, я не к тому, что говорю, что это нужно пропагандировать каким-то образом, да. Но это то, что здесь есть, да, и то, что здесь достаточно доступная и дешевая еда, да, для людей. То есть они могут позволить себе выйти, да, покушать и прийти посмотреть любое зрелище, любой спектакль, я не знаю, баскетбол, футбол, хоккей, что угодно. Спорт и концерты, все, что угодно. Я к чему говорю, то есть я был как раз на Янке стадиум играли на открытом воздухе, там 50 тысяч собрались хоккеисты, да. Какой размах, да, вот NBA и как у России, да, вот банкротятся клубы, хоккей на Спартаке, дальше банкротятся там футбольные. То есть что мы делаем не так-то? К сожалению, у нас весь спорт это фактически благотворительность, это компания или люди отдельные, которые спонсируют просто. Это не бизнес. Если мы хотим, чтобы это было как продукт, и продукт, который люди, люди должны сделать сначала продукт для того, чтобы его продать. У нас нет продукта, мы продаем то, что... А может люди не готовы покупать, денег не хватает? Хорошо, но нужно начинать, значит, снизу, нужно, значит, готовить команду из того, что есть и рассчитывать на то, сколько людей ты можешь собрать. То есть, наверное, это именно качество, в первую очередь, да? Ну, конечно, я не говорю сейчас, что качество должно быть сейчас запредельным, да. Нужно начинать снизу строить базы, понимаешь, выращивать игроков, растить своих героев, чтобы потом эти болельщики ходили на кого-то. А так просто выдергивать кого-то по одному. Ну, сегодня, я не знаю, ну, виртуально, ну-ка, Саратов, ну, не Саратов, это так уже, Самара, я не знаю, Пермь, там, Уралгрейд какой-нибудь, да, там раньше был, или Уникс. Сегодня один состав, на следующий год, другой состав, на третий год, третий состав. Легионеров непонятно. Один легионер, такой, другой, такой. И люди просто приходят, о, классная игра, на следующий год, о, а это кто? О, а это кто? И каждый год у тебя новый человек, и, конечно же, у людей теряется просто интерес. А когда, получается, я помню, как Спартак в Питерске играл, было всегда очень много своих воспитанников. Полный зал всегда был. Там, я понимаю, да, были какие-то финансовые проблемы, но всегда был народ, который ходил и поддерживал, хотя бы из-за того, что это, действительно, там, свои какие-то воспитания, свои питомцы, вот. И в этом плане, я считаю, что есть проблемы, и нужно строить свои, действительно, там, инфраструктуры у клубов. У многих клубов даже нет, нет нормальных, свои базы, нормальных, там, залов, я не знаю, нормальной подготовки нет. Если назвать тройку MVP в NBA, претендентов на MVP... А в сегодняшний момент? Да, Дюрант, кто там, кого назовут, Леброн? Дюрант, Леброн. Лоскочин. Дюрант, Леброн вдвоем, наверное, особняком стоит. Ну, Кармелла, ну, команда играет не очень хорошо. Может быть, Креполу тоже какой-нибудь. Я продолжу, а потом, ладно, после игры? Да, хорошо. Спасибо.